Приветствую, предлагаю вашему вниманию обзор нескольких статей касательно вклада неандертальцев в генофонд современных людей, а также об их с денисовцами группах крови. Начнём по порядку. Количественная оценка интрогрессии неандертальцев в наследуемость сложных признаков Homo sapiens sapiens. За последние 50 000 лет анатомически современные люди неоднократно скрещивались с архаическими группами из рода людей и в нескольких местах. В результате почти все евразийцы имеют около 2% неандертальского происхождения, что является результатом вскрещивания вскоре после того, как их предки покинули Африку. Анализ доступных исследований геномных ассоциаций и крупномасштабных данных биобанка показал, что аллили неандертальского происхождения связаны с различными признаками у современных евразийцев. Архаичная примесь у анатомически современных людей, возможно, улучшила их способность адаптироваться к различным средам, когда они распространялись по всему миру. Многие из архаичных аллилей влияют на признаки, которые непосредственно отвечают за взаимодействие с окружающей средой, включая иммунную систему, волосы и кожу, а также высотную адаптацию и метаболизм. Однако, несмотря на эти потенциально адаптивные преимущества, имеющиеся данные позволяют предположить, что они были в значительной степени вредны для анатомически современных людей. Несколько линий доказательств подтверждают отбор против участков ДНК неандертальского происхождения в большинстве функциональных областей генома человека. Это может быть объяснено тем, что у неандертальцев эффективный размер популяции был меньше, чем у анатомически современных людей, в результате чего из-за низкой эффективности отбора они накопили вредоносные аллели, которые впоследствии подверглись более эффективному отбору у людей современной анатомии. Также, возможно, что из-за несовместимости смешанного потомства и вредоносных эпистетических взаимодействий, суть которых заключается в наличии генов, подавляющих фенотипические проявления других генов, между аллелями неандертальцев и анатомически современных людей, снижалась приспособленность гибридного потомства. Однако были отмечены и участки с положительным отбором неандертальских вариантов. Поэтому, учитывая широкие доказательства отрицательного отбора в отношении аллелей неандертальцев в функциональных регионах ДНК современного человека, в сочетании с доказательствами положительного отбора по конкретным интегрессированным аллелям, назрела необходимость более всесторонне охарактеризовать и согласовать функциональные эффекты интегрессированных аллелей и оценить их влияние на изменение различных признаков у анатомически современных людей. В недавно опубликованной работе авторы при помощи хорошо зарекомендовавшего себя полногеномного поиска ассоциаций для 405 различных признаков попытались охарактеризовать влияние примесей неандертальцев на наследуемость сложных черт у европейцев и определить тенденции в направлении влияния интегрессированных вариантов на эти признаки, а также понять, как примесь неандертальцев могла способствовать адаптации к неафриканской среде. Сразу упрощённо поясню, что сложными признаками называют такие признаки, которые состоят из двух и более простых признаков и контролируются несколькими неаллельными генами, то есть являются полигенными. Помимо этого, сложные признаки могут быть результатом биохимических процессов, в которых взаимодействуют продукты работы нескольких генов. Примеры сложных признаков включают пол, рост, циркадные ритмы и т.д. Результаты Новые данные демонстрируют, что области генома, сохраняющие элементы ДНК неандертальцев, лишены наследуемости по всем рассматриваемым признакам, за исключением тех, которые связаны с кожей и волосами. Хотя неандертальцы, которые внесли свой вклад в евразийские популяции людей современной анатомии, ближе к представителям пещеры в Индии, существует небольшое увеличение показателя наследуемости нескольких признаков среди аллелей с более древним неандертальским происхождением, как у алтайских неандертальцев, включая аутоиммунные расстройства, черты волос и кожи, хронотип или особенности суточных ритмов организма, плотность костной ткани, емкость легких и время наступления менопаузы. За исключением вариантов, связанных с риском болезни крона, воспалительным заболеванием желудочно-кишечного тракта, которые только на 50% присутствовали у алтайских неандертальцев, остальные, вероятно, моложе, потому как они отмечены только у представительницы неандертальцев в Индии. По мнению авторов исследования, интрогрессированные аллели, совпадающие с таковыми у алтайских представителей, вероятно, с большей частотой встречались в различных популяциях неандертальцев и, таким образом, с меньшей вероятностью имели сильные вредные эффекты, чем более молодые интрогрессированные аллели неандертальцев. Стоит отметить, что популяции неандертальцев, которые жили в Евразии между 250 и 38 тысячами лет назад, никогда не были многочисленными. Они были разбиты на небольшие взаимосвязанные группы, примерно по 20 человек, с максимальной общей численностью до 70 тысяч в Микулинское межледниковье около 120 тысяч лет назад. Суммируя закономерности наследуемости в областях признаков, авторы работы обнаружили, что наследуемость дерматологических, эндокринных и респираторных признаков последовательно увеличиваются для более древних неандертальских вариантов, как у алтайских представителей. В то время как показатель наследуемости неандертальских областей ДНК, отвечающих за когнитивные и офтальмологические признаки, снижен. Кроме того, несколько областей и признаков демонстрируют различные модели наследуемости. Например, среди психиатрических, показатель наследуемости участков, отвечающих за поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака выше, в то время как наследуемость интрогрессированных вариантов, связанных с темпераментом и личностными функциями ниже. Среди репродуктивных признаков также есть участки с противоположными показателями наследуемости, которые лучше смотреть на графике. Используя два метода оценки направленности влияния вариантов на признаки, авторы обнаружили однонаправленные отклонения для интрогрессированных аллелей, связанных с риском облысения, более молодым возрастом менопаузы, риском солнечных ожогов, увеличением форсированной жизненной емкости легких и предпочтением просыпаться рано утром. Для объяснения результатов, авторы работы предложили модель, которая связывает наблюдаемые закономерности наследуемости и направления эффекта с гипотезами об избирательном давлении на интрогрессированные гаплотипы. При этом наблюдается четыре основных параллельных сценария. 1. Большинство признаков демонстрируют снижение показателя наследуемости интрогрессированных вариантов и отсутствие смещения в направлении эффекта. Это предполагает отбор против интрогрессированных вариантов, которые повлияли на эти черты. 2. У некоторых вариантов наблюдается противоположная картина. Увеличение показателя наследуемости в интрогрессированных вариантах и направленное смещение в сторону их действия предполагает, что неандертальская примесь дала функциональные аллели, которые были положительно отобраны у людей современной анатомии. Например, увеличение показателя наследуемости аллелей, связанных с риском солнечных ожогов и загаром, схожих с таковыми у алтайских неандертальцев, и увеличение этого эффекта у анатомически современных людей, предполагает, что эти интегрессированные аллели снижали защиту волос и кожи от воздействия ультрафиолетового излучения, что могло быть полезным приобретением для адаптации к жизни в более высоких широтах. 3. Отдельные признаки, такие как риск аутоиммунных заболеваний и количество лейкоцитов, имеют повышенную наследуемость неандертальских вариантов у людей современной анатомии, но не имеют направленного смещения в пользу какого-либо эффекта. Это может быть объяснено тем, что интегрессия, вероятно, способствовала увеличению разнообразия черт, что было полезно, поскольку люди адаптировались к неафриканской среде. 4. Помимо вышеперечисленных, такие черты, как анорексия и шизофрения, демонстрируют снижение наследуемости среди интегрессированных вариантов, но в отличие от большинства черт со снижающимися показателями наследуемости, оставшиеся варианты неандертальцев имеют склонность к защитным эффектам. Авторы предполагают, что такой сценарий мог быть вызван отрицательным отбором, который удаляет большинство интегрессированных аллелей, влияющих на признак, в сочетании с отбором для большого числа интегрессированных защитных аллелей, которые имеют самую сильную корреляцию с защитной пользой от более сильных проявлений анорексии и шизофрении, и соответствуют алтайским, а именно более древним неандертальским вариантам. Таким образом, результаты работы выявляют различные сценарии отбора по отношению к неандертальским вариантам, связанным с различными признаками. Поэтому интегрессированные варианты, которые остаются в геномах анатомически современных людей, являются результатом сложных селективных и демографических процессов после примеси. Здесь стоит отметить, что в исследовании использовались данные биобанка Великобритании, и хотя в нём собрано довольно много образцов, около 500 тысяч, у людей из других регионов могут быть обнаружены неандертальские участки в других частях генома, а также со своим специфическим влиянием и отбором. Нейросеть и архаичная примесь у современных людей В другой научной работе, которая была опубликована в этом же году, авторы сообщили о поиске адаптивных участков архаичной примеси у современных людей при помощи свёрточной нейронной сети. В работе были использованы данные международного проекта «Тысячу геномов» и меланезийские образцы для исследования вклада от денисовцев. В результате, помимо ранее описанных аллелей, которые отчасти упоминаются в работе из первого раздела ролика, авторы отыскали кандидатов на адаптивную интрогрессию у европейцев, полученную от неандертальцев, в регионах, ответственных за состав крови, включая количество тромбоцитов, эритроцитов и лейкоцитов. А в качестве адаптивного вклада денисовцев в геномах меланезийцев, авторы отметили области, содержащие гены, участвующие в развитии кожи, метаболизме, заболеваниях крови, как тромбоцитопения, к примеру, а также в подавлении опухолей и неврологических заболеваниях. Группы крови неандертальцев и денисовцев Еще в одной работе авторы проанализировали группы крови неандертальцев и денисовцев. Чтобы отследить истоки текущего человеческого разнообразия и обсудить аспекты здоровья и уязвимости архаичных популяций. Для этого были использованы ранее опубликованные высококачественные ядерные геномы от трех представительниц неандертальцев и одной денисовцев. Группы крови или различные сочетания антигенов и эритроцитов являются мощными антропологическими маркерами. На сегодняшний день Международным обществом переливания крови зарегистрировано более 380 специфичных групп крови, сгруппированных 40 систем. При переливании обычно проводится тщательное исследование шести из них, которые указаны на графике. Географическое распределение фенотипов и генотипов отражает прошлые миграции человека и естественный отбор, а сравнение с приматами позволяет с точностью определить их эволюционную и миграционную траекторию. В системе AB0 авторы обнаружили наиболее распространенные фенотипы, присутствующие в современных человеческих популяциях. Они представлены первой группой у денисовской девочки Денисова-3, второй у неандертальских женщин Денисова-5 и Чагырская-8 и третьей у неандерталки Вингия-3319. Также анализ архаичных групп крови подтверждает африканские корни предков неандертальцев и денисовцев. Помимо этого, новый частичный аллель гена RHD, обнаруженный у неандертальцев из исследования, ранее в работе 2019 года был описан как новый у коренного австралийца. Таким образом, этот полиморфизм не является новым вариантом в историческом смысле этого слова, поскольку он уже присутствовал около 100 000 лет назад у неандертальцев. При этом моделирование показывает, что этот аллель попал к современным людям, от неандертальцев Леванта до 65 000 лет назад, а не от общего с ними предка. Хотя для подтверждения предположения авторов потребуется дальнейший анализ, этот результат подливает масло в огонь дискуссии о событиях смешения между различными линиями людей, а также о раннем расселении Homo sapiens через Аравийский полуостров в сторону Австралии и Океании. Анализ генов ABO и FUT2 подтверждает тот факт, что патогены сыграли важную роль в выживании и отборе генетических вариантов у современных и архаичных представителей рода людей. Так, наличие двух несекреторных полиморфизмов в гене FUT2 у неандертальцев и денисовцев, которые на сегодняшний день не обнаружены у нечеловеческих приматов, придают большую устойчивость к некоторым вирусам, в частности с заметным сопротивлением инфекции, которая является одной из основных причин острого гастроэнтерита во всем мире. Хотя ген FUT2 мог развиться нейтрально у людей до отбора, учитывая, что гоминиды вероятно являлись носителями некоторых вирусов, норовирусы ему подобные могли существовать еще 90 000 лет назад в Евразии, вызывая достаточную смертность у маленьких детей, чтобы выбрать два конвергентных аллеля FUT2. Помимо вышеперечисленного, новое исследование подчеркивает неблагоприятные характеристики, которые могли привести к демографической нестабильности у архаичных популяций. Эта нестабильность могла быть вызвана двумя факторами – низким генетическим разнообразием и возможным присутствием гемолитической болезни плода и новорожденного. Кстати, здесь можно провести параллели с басками. Действительно, большое количество общих аллелей в четырех архаичных геномах, несмотря на их географическое и временное распределение, может быть связано с инбридингом у неандертальцев, что, как известно, является источником низкой адаптивности. А в целом эти процессы, в сочетании с конкуренцией с Homo sapiens за ту же экологическую нишу, могли способствовать ослаблению потомков до такой степени, что они погибали, и в конце концов неандертальцы вымерли. В профиле групп крови выявили полиморфизм в локусе ABO, предковые аллели африканского происхождения, а также гаплотип резус-фактора, который в настоящее время изолирован в океане. Этот гаплотип, вероятно, сохранился со времен примеси с архаичными популяциями до их миграции в Юго-Восточную Азию. Дополнительным вкладом является снижение изменчивости многих аллелей и возможное наличие гемолитической болезни плода и новорожденного. Все это усиливает представление о высоком инбридинге, слабой демографии и плохом репродуктивном успехе поздних неандертальцев, что в свою очередь способствовало распространению нашего вида по всему миру. Упомянутые работы приближают нас к пониманию сложных процессов эволюции людей и причин вымирания неандертальцев. Думаю, что продолжение долго себя ждать не заставит. А я желаю хорошего настроения и до новых выпусков. Также хочу напомнить про поддержку канала. Сделать это можно по ссылкам в описании к роликам. А так, честно говоря, пока туго приходится.